Отметьте, что между парламентом и президентом действует система сдержек и противовеса. То, о чем мы с вами говорили в теме президентский режим, о том, что прописывается всегда система сдержек и противовеса. Как она действует в Соединенных Штатах, она есть и в России. Но, по крайней мере, она прописана в законодательстве России в Конституции 1993 года. В чем выражаются возможности президента, возможности влияния президента на парламент? Распустить мы сейчас немножечко не будем. Сейчас, когда посмотрим в исполнительном власти. Потому что просто так президент не может распустить парламент. Возможно, что влияние права вето. Права вето, абсолютно вето. Как президент может контролировать парламент? Парламент у нас занимается законами. Значит, президент России обладает правом вето. Вето может быть преодолено. Но, если парламент, Государственная Дума и Совет Федерации все-таки настаивают на своем, двумя третями в обеих палатах. Значит, президент на любой закон может наложить вето. Вето. То есть запрет, да, на этот закон. Но вето может парламент преодолеть, если две трети депутатов и Государственной Думы, и Совета Федерации проголосуют за этот закон. Происходит это крайне редко. Крайне редко. В России, в принципе, в мире, да, в России таких случаев я не притомнюсь, чтобы две палаты преодолели вето президента. Вето не может касаться главного закона страны бюджета, который сейчас обсуждается в Государственной Думе. Значит, бюджет – это тот закон, по которому и президент, и парламент должны договариваться. Бюджета не может что-то приниматься. Что? Бюджета не может действовать в отношении бюджета. Бюджет – тот закон, который сегодня должен быть принят. Значит, как парламент может контролировать президента? Импичмент. Абсолютно верно. Эта процедура прописана в Российской Конституции, в Российской Конституции, но на практике она неосуществима. Хотя ее прописали, но действительно, если посмотреть на реальную ситуацию, то совершить, осуществить эту процедуру невозможно. Я вам сейчас расскажу, как принимаются, какие возможности есть для решения президента от должности. И вы можете это не записывать, просто посмотреть, как действует эта процедура. Значит, естественно, импичмент происходит, и процедура эта начинается, если президент совершает какое-то серьезное преступление. Если президент не нравится Государственной Думе, то это не повод для импичинга. Президенту Ельцину, например, меняли целых 5 статей, включая финоцид российского народа, войну в Чечне, развал российской армии и так далее. То есть какие-то очень серьезные преступления должны быть, чтобы президент должен совершить, чтобы против него была возбуждена эта процедура. Значит, одна треть депутатов Государственной Думы, одна треть депутатов Государственной Думы, голосует, должна проголосовать за начало этой процедуры импичмента. Должна поставить вопрос и проголосовать за то, чтобы начать эту процедуру. После чего создается следственная комиссия из числа депутатов, которая не занимается, конечно, реальным следствием, по этим уголовным, например, делам. Просто она собирает все документы, которые касаются преступления совершенного президента. После чего эта комиссия докладывает на заседание Государственной Думы, и две трети депутатов Государственной Думы должны проголосовать за отрешением президента о должности. После чего дело передается в Совет Федерации. Вместе с тем, Совет Федерации, значит, на своих руках должен иметь голосование депутатов, ну, первоначальная стадия этой процедуры, дальше решение следственной комиссии и голосование депутатов. Плюс к этому Совет Федерации должен получить еще два решения. Решение Верховного Суда России и Высшей Уголовной Инстанции о том, что преступление имело место, и решение Конституционного Суда России, естественно, Высшей, опять же, судебной инстанции, касающейся Конституции, о том, что вся процедура инфичмента соответствует Конституции. Это заключение дает Конституционный суд. Вот, имея на руках все эти документы, Совет Федерации голосует, и две трети сенаторов должны проголосовать за отрешение президента о должности. После этого президент считается отрешенным о должности, и его обязанности до новых выборов переходят к премьер-министру, второму лицу в государстве, и, соответственно, значит, выразначаются выборы президента, и президент уже там концу отдается, и так далее, да, если все заказы на эти преступления. Отмечу, что на всю процедуру отходится три месяца. Если не успели ребята из Государственной Думы и Совета Федерации, значит, будут начинать по новому процедуру. То есть три месяца на все про все. Значит, почему это на практике невозможно? А там и в Совет Федерации две трети должны проголосовать. Да, две трети Совета Федерации опять же должны проголосовать за отрешение президента. Почему, как вы думаете, это невозможно на практике? Ну, и в России не проголосуются. Ну, сейчас понятно, что ни Государственная Дума, ни Совет Федерации, конечно, не способны просто, да, проголосовать за отрешение президента. Но есть еще один момент, о котором мы с вами тоже поговорим еще, да, который... Основной камень для установления это решение вот этих двух инстанций. Почему? Потому что глав, председатель Верховного Суда и институционного суда сейчас в России назначает фактически президент России. То есть, естественно, он, правда, это решение согласует Совет Федерации, но на самом деле кандидатура определяет президент. Естественно, если президент выбирает глав и председатель Верховного и институционного суда, то очень мало шансов, что эти председатели, ну, теоретически, конечно, все возможно, да, но вот, значит, назначенные президентом делают такие заключения, что, значит, Верховный суд, и Конституционный суд вряд ли могут делать подобные заключения о преступлениях, например, президента. Поэтому, на самом деле, на практике вряд ли эта процедура осуществима, но теоретически она прописана. Вот если брать Францию, значит, где полупрезидентский тоже режим во Франции невозможен, там нет импичмента по отношению к президенту. У президента нельзя отправить в отставку и отрешить его должности. В России это прописано, но вряд ли возможно. Значит, отмейте, следующее, значит, мы разобрали отношения законодательной власти и власти президента, значит, это у нас законодательная власть. Значит, отмейте, исполнительная власть в России представлена тактише. Исполнительная власть в России представлена кем? Кто возглавляет исполнительную власть? Медвитер. Ну а кто он, Медвитер? Премьер-министр, да? Премьер-министр и правительство. Поэтому российский режим полупрезидентский. Еще раз повторяю, не посмешанный, потому что президент не возглавляет исполнительную власть. Но здесь именно в исполнительной власти заключается и ключевая особенность российского режима от всех президентов, его отличие от всех полупрезидентских режимов. Отмейте, что значит, мы с вами рассматривали полупрезидентский режим, и я говорила о том, что правительство в полупрезидентском режиме формируется властью доконодательной из парламентского большинства. Те, кто побеждают на выборах формируют правительство, лидер победившей партии становится премьером. В России этого нет. Это действительно особенность России, потому что подобная схема действует во всех полупрезидентских режимах, даже на Украине. Именно такая схема формирования правительства исполнительной власти. Кто в России формирует правительство исполнительную власть? Президент абсолютно верно. Значит, отметим, что президент определяет фигуру, кандидатуру, вернее, на роль, на должность премьер-министра. Выбирает ее президент ни из какого парламентского большинства, не лидер никакой партии, а президент по законодательству определяет кандидатуру на должность премьер-министра. Интересный факт, что комментариев в законодательстве к этой кандидатуре нет никаких. Теоретически он должен быть совершеннолетним. Даже возрастных ограничений не прописано. То есть, понятно, что это, наверное, должен быть гражданин Российской Федерации, наверное, ему должно исполниться 18 лет, но все эти ограничения, которые прописаны в Государственной Думе, Совету Федерации к президенту, в отношении премьер-министра они не действуют. Никаких комментариев нет. Ни касаемо образования, ни имущества, ничего, ни рода профессий. То есть, теоретически, любой абсолютно житель России может стать премьер-министром, если того захочет президент России. Значит, он определяет эту фигуру. Ни с кем он не обязан сакрутироваться, ни с кем он не обязан здесь проводить какие-то совещания и так далее. Он определил кандидатуру. Далее, отметьте, что утверждает кандидатуру премьер-министра в Государственная Дума. Утверждает кандидатуру премьер-министра России в Государственная Дума. Государственная Дума. То есть президент определяет кандидатуру и представляет кандидата на должность премьера в Государственной Думе. Государственная Дума должна либо согласиться, либо она отказывает президенту в этой кандидатуре. Она не согласна с президентом. Отметьте, в случае трехкратного несогласия Государственной Думы с президентом, с кандидатурой, которую представил президент, в случае трехкратного несогласия Государственной Думы с кандидатурой президента, Государственная Дума распускается. Государственная Дума распускается. Даже на одну и ту же кандидатуру три раза отказать? Значит, абсолютно. Что касается, если проще говорить, то у Государственной Думы три попытки утвердить кандидатуру, которую представляет премьер-министр Аксишин, которую представляет президент. Значит, возникает вопрос, как происходит, какие кандидатуры могут быть представлены. Законодательство это никак не регулируется. Это может быть одна и та же кандидатура три раза. Президент хочет, чтобы этот человек был премьер-министром три раза, этого человека предлагает. Может предложить два раза одного, один раз другого. Может три разных человека. А если после третьего раза Госдумы распустят этот чек, становится... Нет, он не становится незалекимым. Ну, я пока, да, значит, если в случае трехразного отклонения, вот если третье голосование проходит, да, надо утвердить премьер-министра. 1 октября прошло первое голосование, не утвердили. Значит, 15 октября второе голосование по той же, например, кандидатуре, не утвердили. Если 31 октября опять голосование по другой, например, кандидатуре Государственная Дума не утверждает, автоматически она распускается. После того, как они проголосовали, все, их полномочия закончились, да, то есть Государственная Дума распускается. После этого тот человек, возьмем там Иванов, да, он становится и о премьер-министром. И исполняющий обязанности, он не премьер-министр. То есть президент, например, значит, у нас представил Иванова, да, Иванова не утвердили три раза, Государственную Думу распустили. Иванов становится и исполняющий обязанности премьер-министра. После этого новые выборы в Государственную Думу. После чего новая Государственная Дума будет голосовать по этой кандидатуре. Пока пройдут выборы, все министры, в том числе и премьер, будут ходить с приставкой ИОН, да, то есть они будут исполняющие обязанности. После того, как собралась новая Государственная Дума, та же процедура. Опять три раза не утвердили, опять распускаются, да, и либо уже будут более благоразумны и пойдут на встречу президенту. А в новую Госдуму могут старые члены, старые Госдумы будут претендовать? Ну, честно, могут, почему нет? Списки партии выставляют. У нас есть уже люди, которые во всех созывах Государственной Думы были, ну, там, возьмите Жириновского, да, во всех созывах Государственных Думанов и так далее, да. Естественно, что партия формирует, ну, мы о партии еще поговорим, да, то есть партия формирует свой, значит, список на выборы. После чего, если вы числитесь в этом списке, вы были в прошлом созыве Государственной Думы, опять попали в этот список, будьте в новом. Если граждане поддержат и, соответственно, за вашу партию проголосуют, она получит сколько-то мест в парламенте. То есть, естественно, что вот это все может продолжаться, да. Значит, еще раз говорю, что президент здесь абсолютно свободен в своем решении, кого избирать, и Государственная Дума просто высказывается за или против этой кандидатуры. Если против, в три раза, то, соответственно, распускается Государственная Дума. Вот, да. Нет, нет, конечно, нет. Потому что, и он даже не будет исполняющим обязанности. То есть, должен быть человек, который исполняет обязанности, потому что должность премьера совершенно другая, да. Это не должность президента. Это надо менять конституцию тогда, да, если президенты переходить уже на президентский режим. А было ли такое куда-то, пускай, да? Нет, значит, такой ситуации не было. Но один раз было, скажем так, на грани просто этой ситуации, потому что в 98-м году был в России деполт. Если вы знаете, да, значит, серьезные экономические проблемы. После чего Ельцин, тогдашний президент, отправил в правительство Кириенко, возглавлял именно это правительство, да. А он отправился в правительство отставки. После чего решил на пост премьер-министра вернуть, значит, Черномырдин, который был в начале 90-х, да, 94-й, 5-й год, был премьер-министром России. Значит, Государственная дума сказала против. Она была, там было больше коммунистов, они сказали, ни в коем случае, Черномырдинам мы не потерпим на этой должности. Первое голосование прошло против. Второе голосование Ельцин опять Черномырдинам выбил. Государственная дума опять против проголосовала. После чего Ельцин был настроен выдвинуть третий раз Черномырдина. И в этой ситуации было очевидно, что Государственная дума пойдет до конца. И в дополнение к дефолту в России новые выборы Государственной думы и так далее, и так далее. После чего, значит, там собралась целая такая комиссия, значит, по которой уговаривали президента и Государственную думу, что надо как-то все-таки этот вопрос урегулировать. Но, значит, и нашли, но надо было найти комбинатуру, которая устроила быть тобой и Государственную думу президента. Долго искали, но нашли. Человека, который не считался человеком Ельцина, что было принципиально для Государственной думы, и не был человеком коммунистов, так скажем, что было, в общем-то, значит, принципиально для президента. Если вы помните, меньше года премьер-министром России был Евгений Максимович Примаков, высший министр иностранных дел, глава, он возглавлял в свое время разведку, значит, российскую и так далее. Ну, такой, заслуженный, уважаемый всеми человек. Вот это была компромиссная фигура, на фигуре этой сошлись, и Государственная дума утвердила третьи попытки, да, соответственно, этого человека в должности премьер-министра. Но все было вот тогда именно на грани, да. Что касается Путина, то со времен 2000 года, в общем-то, и таких серий всех утверждали премьер-министром, а в период, особенно первого президентства, вот первого и второго президентства Путина, премьер-министры все-таки менялись, да, значит, это был Касьянов, потом был Фродков, потом был Зубков и так далее, да, значит, ну, сейчас вот Медведев, но все они, всех их в один, с одного голосования утверждали уже, так что проблем таких уже не возникало, да. Но, в принципе, вот это, действительно, такого нет нигде, ни в одной стране мира, потому что это делает фигуру президента, ну, абсолютно здесь и доминирующей, и, конечно, и над исполнительной властью, и над законодательной властью. Значит, отметьте, что правительство в России, как и в любом полупрезидентском режиме, несет двойную ответственность, мы об этом с вами говорили, значит, российское правительство, как в любом полупрезидентском режиме, несет двойную ответственность и перед парламентом, и перед президентом. Значит, правительство в нашем режиме несет двойную ответственность и перед парламентом, и перед президентом. В чем выражается эта ответственность? В чем она выражается? Президент сможет распустить правительство когда угодно, по какой угодно причине. То есть вы просто напишите, что президент может любое время распустить правительство. Он опять же в этой ситуации ни перед кем не должен отчитываться. У Государственной Думы даже спрашивать не должен в этом случае, согласна она или не согласна. То есть он просто подписывает указ о распуске правительства и все. Назначает исполняющего обязанности и соответственно потом должен найти фигуру, опять же представить кого-то на утверждение в Государственной Думе. Интересно, что еще раз говорю, в законодательстве здесь существуют серьезные пробелы. Какие-то причины объяснять президент не должен никому абсолютно говорить вот потому-то, потому-то, значит, вот какие-то причины и привели к короткому правительству. Он, конечно, может озвучить какую-то свою версию, но в общем он не обязан даже этого делать. Надоело это правительство, подписал указ и все. Значит, сколько угодно раз в год он может менять правительство, тоже здесь ограничений никаких и так далее. Что касается ответственности правительства перед Государственной Думой. Отметьте, то есть перед парламентом. Здесь два варианта. Ну, во-первых, конечно, премьера утверждает, как я вам сказала, Государственная Дума, но еще существует два варианта. А если, первое, если дважды, если дважды, если дважды, за три месяца, в течение трех месяцев, Если дважды, за три месяца, либо в течение трех месяцев, Государственная Дума высказывает вотум недоверия правительству России. Государственная Дума высказывает вотум, заносит ли вотум недоверие правительству. То есть, например, сегодня Государственная Дума ставит вопрос о доверии правительству. Например, говорят, что чудовищная экономическая ситуация, можно ли доверять этому правительству, ставят этот вопрос на голосование. Более половины депутатов голосуют против, говорят, нет, мы ему не доверяем. Через две недели опять ставят этот вопрос на голосование, то есть два раза они должны проголосовать в течение трех месяцев, вынести вотум недоверие. После этого президент России решает, кого разогнать. Нет, всех разогнать не может. То есть, он либо разгоняет правительство, отправляет его в отставку, либо распускает Государственную Думу. Но после второго голосования Государственной Думы в течение трех месяцев по вотуму недоверия, отрицательных, да, то есть выносят вотум недоверие, после этого президент в течение, по-моему, семи дней должен решить, кого он распустит. Но он обязательно должен. Обязательно, одного из двух он должен распустить, обязательно, по закону. Но он может выбрать, у него есть выбор. Либо правительство ему дороже, либо парламент ему дороже. А если он не ваконит, то что будет уже это? Ну, в смысле как бы, он нарушает Конституцию, да, то есть он обязан это сделать по Конституции России, да, то есть, несмотря на то, что российские лидеры по-разному трактуют Конституцию, но в этих вот таких вот принципиальных вещах они стараются, конечно, соблюдать, либо не доводить просто до этой ситуации, да. То есть Государственная Дума, он распускает кого-то. Либо, второй вариант, второй вариант ответы. Сам премьер-министр приходит в Государственную Думу и ставит вопрос о доверии к себе. Нет, ну это не так смешно, да, как, может быть, это звучит. Происходит это следующим образом. Например, сейчас в России намечается новая пенсионная реформа, которая коснется там всех, да, и, возможно, там повышение, к примеру, пенсионного возраста, там еще какие-то реформы, и правительство не хочет нести ответственность самостоятельно за все эти изменения, социальные какие-то реформы, да. И премьер-министр приходит, представляет свою программу и говорит, доверяете вы мне или нет, доверяете ли нашему правительству или не доверяете в этом вопросе. Если они доверяют, значит, они разделяют ответственность за реализацию этих инициатив. Если они доверяют, значит, парламент против. Значит, отметьте, что если премьер ставит вопрос о доверии к себе, а Государственная Дума не доверяет, отказывает в доверии, Государственная Дума в этом случае отказывает в доверии, президент опять думает, от кого избавляться. Опять он перед этой же дилеммой. Здесь не надо двух раз приходить к премьеру, достаточно одного. Значит, президент опять размышляет, но от кого-то он должен избавляться в этой ситуации. Мне непонятно, если он не разогнал, как мы его давить-то будем? Его посадят или что? Он нарушает, вообще он нарушает Конституцию, это вообще повод для импичинства. Он не может не распускать, так же, как он, допустим, на сегодняшний момент, как вы понимаете, утверждение премьер-министра в Государственной Думе, это простая формальность вообще-то, да, потому что желание президента, оно разделяется заранее уже, да, разделяется большинством депутатов Государственной Думы. Вот, но в любом случае, вот возьмите, сейчас были новые выборы президента, президентом стал Путин, казалось бы, зачем ему идти в Государственную Думу и утверждать, соответственно, кандидатуру премьера-министра. Выписал указ, что будет Медведев, и все. Он идет, потому что это Конституция России, и ее все равно соблюдать, да. То, что многие вещи формальны, другой вопрос, да, но, тем не менее, это было бы абсолютным нарушением Конституции. То есть, по Конституции он не имеет права, значит, и он называется, он может себя назвать царем или патриархом, например, да, что ему мешает, но тоже в Конституции написано, что он президент, поэтому он называется президентом, да, поэтому вот Конституция, так или иначе, она накладывает определенные правила, да, поведения в рамках политического режима, политического процесса. А, так, значит, и третья векция власти, давайте, которую определим, судебная власть. Судебная власть. Значит, по российскому, опять же, законодательству отметим, что судебная власть, верховная судебная власть в России представлена тремя высшими судами. Верховный суд России занимается гражданскими уголовными делами. Высшая инстанция по гражданским уголовным делам. Верховный суд России. Дальше. Высший арбитражный суд России. Арбитражный суд. Гражданский уголовный. Арбитражный суд. Какими вопросами? Арбитражный что? Экономические. Экономические вопросы, абсолютно верно. Экономические споры разрешает арбитражный суд. И, наконец, последний суд здесь. Это Конституционный суд России. Конституционный суд России. Это, безусловно, высшая инстанция судебная, которая трактует Конституцию. Все вопросы, связанные с Конституцией России. Если президент нарушает, это прямой дорогой в Конституционный суд. Потому что Конституционный суд как раз и занимается тем, что следит за соблюдением и контролирует соблюдение Конституции. Значит, судьей в России может стать человек, гражданин Российской Федерации, естественно, может стать человек, которому исполнилось 25 лет. 25 лет. Человек, имеющий высшее юридическое образование. Вот единственные чиновники в России, которым указывается характер образования, да, необходимость образования, это судьи. Высшее юридическое образование. И 5 лет юридического стажа. Характер стажа этого не указывается. То есть, кем он должен работать, да? Но он должен работать в юридическом правовой сфере. Юристом, значит, кем конкретно это не, то есть, это не прописывается, но, тем не менее, значит, он должен быть юристом, 5 лет отработать, после этого его могут назначить на должность судьи. Значит, отметьте, судьи в России по Конституции Независимы, Независимы, Неприкосновенны и Несменяемы. Можно еще? Судьи Независимы, Неприкосновенны и Несменяемы. Что? По старости. Так, что касается высшего предела, да, допустим, для судей, чиновников, у нас было 70 лет. Сейчас ту норму убрали, да? То есть, 70 лет было пределом, когда чиновник может заниматься, значит, какие-то должности. Сейчас ту норму убрали. Буквально не так давно Путин сказал о том, что это надо, этот предел можно убрать, но дело все в том, что если брать опыт европейских стран и Америки, там нет никаких верхних пределов для чиновников, да, то есть пока человек его вроде как может исполнять, пока он обладает опытом профессиональными данными, да, то, соответственно, и пока его держат, то его держат. Что касается судьи, то, как правило, здесь вообще не бывает верхних ограничений. Нижний предел обязательный, верхних ограничений, как правило, нет. Почему? Потому что считается, что чем опытнее судьи, то есть и в 70, и в 80 лет человек может спокойно выполнять полномочия судьи. Чем более опытен, тем лучше. Как правило, нижний порог, он здесь по-разному, в разных законодательствах определяется. И в России очень молодые люди могут стать судьими, если брать европейский и американский опыт, как минимум от 35. Мечтается, что молодой человек здесь как раз еще не опытен для того, чтобы стать судьей, да, а верхнего предела нет. Значит, не сменяемые, независимые и неприкосновенные. Значит, ну давайте немножечко вот о судебной системе, потому что нет у нас, судебная система, конечно, играет особую совершенно роль в любом политическом режиме. И, безусловно, без сегодня независимости, справедливость судебной власти в России, это, конечно, самая ключевая проблема вообще всей политической системы и российского режима. Значит, отметьте, что формирование уже судебной системы, реформа, вернее, судебной системы начинается в России с начала 90-х годов, с начала 90-х годов. И, значит, в советской системе, где, конечно, не было независимого и тем более там неприкосновенного суда, вот решили ее изменить и уже с новой российской добиться вот этих ключевых положений. Для этого, отметьте, вводится, ну, в начале, ну, уже 93-й год, вводятся две, значит, структуры, два института в судейском сообществе, в судебной системе, которые должны были гарантировать судям их неприкосновенность и не сменяемость. Значит, во-первых, это судебный департамент, судебный департамент, который занимается организационными, кадровыми, финансовыми вопросами судейского сообщества, судебный департамент. Ну и самое главное, это то, что были введены во всех регионах подобной коллегии, ну и высшая квалификационная коллегия судьи. Высшая квалификационная коллегия судей. Высшая квалификационная коллегия – это сообщество судей, которые наделяют человека полномочиями судьи и снимают с него полномочия судьи. Президент России не может написать указ о том, что он снимает с какого-то человека полномочия судьи. Скажите еще раз, это сообщество судей? Сообщество судей, которое наделяет того или иного человека полномочиями судьи или снимает эти полномочия с этого человека? Если судебное решение вступило в другое дело, что вызывает, допустим, нарекания, как он ведет, или он конкретное дело ведет с нарушениями, тогда это дело у него забирают. Просто-напросто этот вопрос ставится на голосование в коллегии судьи о том, что этот человек уже не соответствует этой должности, либо коррупция имеет место или еще что-то. После этого большинство судей голосуют за снятие этих полномочий. Соответственно, после этого человека можно отправить в отсуток и так далее самого за нарушение подобное. Это дело просто предстает другому судье. Те дела, которые были уже приняты, да, если, например, выявлены какие-то нарушения, допустим, выявились факты о том, что судья получил взятку, да, это дело может быть пересмотрено, ну, конкретное дело, а все дела, которые рассматривался как судья, эти знания не пересматриваются уже, значит, если они вступили в законную силу, да. Как выбирается это коллегия? И она, судья туда входит. То есть, ну, высшая уже из, скажем так, более заслуженных судей состоит, а коллегия в этом регионе, она есть, и судей, и конкретно уже судей, работающих в судах, да, из тех судей, которые работают. То есть, это то же самое, как бы депутаты Государственной Думы, да, вот их 450, они все неприкосновенно, но чтобы снять неприкосновенность депутатов, вопрос об этом ставится на голосование у депутатов же. И только депутаты, ни президент, никто не может снять неприкосновенность, только депутаты сами снимают от своего же товарища неприкосновенности, отдают его под суд, да, например. Поэтому в этом случае, вот, соблюдается, скажем так, независимость любой ветви власти, что только сами представители этой власти, они решают, кто достоин, кто не достоин, да, и президент, исполнительная, там, законодательная власть здесь не могут повлиять. Но, а на самом деле, значит, вот эти структуры были созданы. Что же на самом деле происходит? Так, еще пять минут, да. Значит, отметьте особенности уже, скажем так, функционирования, да, судебной власти в России. Вот, несмотря на все эти изменения, на то, что провозглашено в Конституции, на введение вот этих структур на создание, на самом деле, конечно, никакого независимого суда в России его нет, естественно. И вы, я думаю, это прекрасно понимаете, да. Значит, в чем здесь проблема ключевые судебные системы? Отметьте, первое. К сожалению, в судебной системе российской очень четко закреплена, закреплена, в смысле, административная, так лучше напишите, административная иерархия, то есть подчинение. Абсолютно такая вот государственная административная система. Значит, в судебной системе закреплена, закреплена административная иерархия. В чем она выражается, о чем идет речь? Я забыла вам сказать, где вы писали Верховный суд, Высший арбитражный суд и Конституционный суд. В скобках себе помните, что председатели всех этих судов, всех этих судов, кандидатура, опять же, на председателе этих судов, выбирает президент России. Президент России утверждает Совет Федерации. И здесь Совет Федерации не распускается, если он не утверждает. Но президентов таких не было, если говорить о судебной власти. Кандидатуры на всех председателях судов, выбирает их президент, да, утверждает Совет Федерации. Значит, могу сказать, что Конституционный суд был единственным судом России до 2008 года. А, значит, где председателя выбирали сами судьи. В Конституционном суде 19 судей. И они сами выбирали председателя себе самого достойного из своего состава. В 2008 году президент Киркетов решил, что он сам будет лучше назначать председателя Конституционного суда. И вот была внесена поправка в Конституцию, которая определила уже другую процедуру назначения, скажем так, председателя Конституционного суда. В чем заключается иерархия должностная? Отметьте, что председатель суда любого, ну уж говоря о верховном, но также уже не говоря о верховном, о высшем арбитражном суде, но председатель судов и региональных, это руководитель суда. Значит, отметите, что председатель суда является его руководителем. Он осуществляет руководство не просто судом, а осуществляет руководство на практике всеми судьями. И это действительно особенность российской судебной системы. В любом суде Европы председатель, как правило, избирается самими судьями. И, как правило, на небольшой срок, два года, обязательно ротация, другой потом человек становится председателем. И он не руководитель, он просто, значит, равный другим судьям, он просто занимается организационными вопросами суда. Вот и все. В России председатель другого суда, а уж тем более и верховного суда, это руководитель суда. Президент назначает председателя Верховного суда. После этого председатель Верховного суда составляет списки всех своих заместителей и всех председателей региональных судов, то есть Верховного суда Судовского области. Списки составляет другой председатель Верховного суда России. Он отдает их президенту, подписывает их президенту. После этого человек вступает в должность председателя. И, естественно, он ответственность несет перед кем? Кому он служит в этом случае? Своему начальству, тому, кто его назначил. Если вас назначает председатель духовного суда, вы стали председателем суда Свердловской области, то вы ответственность несете не перед судьями, которые работают в вашем суде, а перед председателем, естественно, который вас назначает. Это и есть административная иерархия. То есть в этом случае судьи сами внутри суда, они никак не влияют на председателя, а председатель обладает огромными полномочиями. Он не просто занимается организацией судебного процесса, он действительно руководит этим процессом. Председатели судов выносят те или иные кандидатуры на высшую квалификационную коллегию, и в результате в России полномочий судьи можно лишить любого человека, который не устраивает того или иного председателя. Если вы работаете в суде, и вы не так рассматриваете дела, это не устраивает ваше начальство, вашу кандидатуру можно вынести на эту коллегию, и судьи, которые зависимы от своего же начальства, они проголосуют против вас, а спешат этих полномочий. Вот и все. И это действительно происходит, если брать практику судейскую. Более того, можете отметить, что председатель распределяет дела в студентах. Этого опять же нет в большинстве европейских, ни в Европе, ни в Соединенных Штатах, и даже в некоторых странах азиатских такого тоже нет. Председатель распределяет дела в суде. То есть представьте, дело поступает в суд, совершено какое-то преступление, дело поступает в суд. После этого председатель смотрит на это дело и говорит, какому судье оно поступает в производство. Это позволяет манипулировать результатами дела. Если вам надо, чтобы ваше дело рассмотрели по всей строгости закона, вы отправите ему к одному судье. Если вам надо, чтобы рассмотрели в более, скажем, компромиссном ключе, то, соответственно, вы отправите к другому судье. И так далее. Во всем мире дела распределяются по жребию. Обычно в Америке компьютерная программа случайным образом определяет, какому судье какое дело достанется, с учетом квалификации, конечно, судей. Все призывы перейти на жребий в России, значит, наталкиваются на, естественно, противодействие со стороны всей системы и судебные в лице, там, председатель судов и так далее. Еще сразу отмечу, что никакой ротации по председателям нет. А с 89-го года по нынешнее время у нас один и тот же председатель законного суда России. Это господин Лебедев. Причем ему должно было исполниться уже 70 лет. И он, кстати говоря, к вопросу о возрасте не мог занимать уже на ближайшие 6 лет, не мог стать председателем. И именно для него, фактически, президент России изменил эту норму. Заранее, до назначения его на очередной срок, была внесена поправка о том, чтобы этот возраст отменить вообще. Поэтому вот уже более 20 лет у нас один и тот же председатель, соответственно, Верховного суда. Ну, давайте перерыв сделаем и потом продолжим. Это, как я уже сказала, это слишком молодой возраст от России. Значит, слишком молодой возраст от России. Значит, мы с вами сказали об административной иерархии, да, отметить также, что слишком молодой возраст российской, для того, чтобы занять по-моему учебу, есть в российском законодательстве. Обозначен, что это 25 лет. Опять же, постоянно есть предложение экспертного судейского сообщества о том, что подняли за цифру, ну, хотя бы до 30, а желательно до 35 лет. Потому что все-таки в 25 лет человек еще не совсем обладает опытом и вообще ответственностью может быть для того, чтобы убедить другого человека, да, и по-моему, это было бы обязанности судьи. Следующий отметить. В России нет, как бы там называть, лучше по-другому сформулировать, не обязательно наличие судебного образования для того, чтобы стать людьей. Не обязательно наличие судебного образования. Вот мы с вами сказали о том, что высшее юридическое образование необходимо, но, собственно, судебного образования, судебное образование нет и в лесах. Судебного образования нет и в лесах. Например, в юрокадемии нашей, да, обучают, есть там отделение судейское, но и в других юридических академиях и институтах есть, значит, такое отделение, но при этом для того, чтобы стать судьей, вам не нужно, значит, вам не нужно это образовать. Опять же, так тише, опять же, значит, предлагались различные варианты, чтобы ввести хотя бы полтора-два года дополнительного обучения на судью, потому что все-таки судейские обязанности совершенно уникальны, особенно, и поэтому требуется здесь дополнительное образование. Значит, откуда приходят и кто становится у нас судебным, как вы думаете? Кто в массе своей составляет гостя российского судейского сообщества? Азвокаты крайне редко приходят в суды. Зачастую, люди, которые под тем или иным причинам решили полномочия, и они уходят в адвокаты, то прокуроры и представители МВД, то есть полиция и прокуратура, главные поставщики судей у нас в нашей системе. Чему это приводит? Это приводит к абсолютно обвинительному уклону в российском судопроизводстве. Страшные цифры, которые употребуются и животными, и правозащитными организациями, адвокатскими ассоциациями и так далее. 90, ну, разные годы по-разному. 99,2, 99,3, 99, там, и один. Ну, чтобы прокатить, что я не такое сказать. Это тоже виновно. То есть виновно. Проговоры обвинительны по уголовным делам. Ежегодно более 99% обвинительны по уголовным делам. Фактически в России никого не оправдывают по уголовным делам. И это, конечно, страшная цифра. Если брать европейский опыт, американский опыт, порядка 25-30% это оправдаемые приговоры. Остальное обвинительные приговоры. В России более 99%. Значит, естественно, что это все при очень низком качестве судебного следствия, вернее, судебного, а предварительного следствия, которое сегодня имеет место. Вообще, очень часто, и об этом говорят многие правозащитники, есть случаи, когда просто там обвинение прокурор скидывает на флешку заключение. Это заключение перепечатывает судья и, соответственно, приговор выносит. Без какого-то тщательного рассмотрения и, естественно, изучения такого или иного дела. Отметьте также, что с 1995 года в России действует суд присяжных. Суд присяжных был введен. Так, тише. В России введен суд присяжных. С 1995 года. Вначале он вводился в нескольких регионах. Это было своего рода экспериментом. Отметьте, что с 1 января 2010 года суды присяжных действуют на всей территории России. Значит, с 1995 по 2010, так скажем, происходило внедрение этого института. С 1 января 2010 года суды присяжных действуют на территории всей России. Здесь интересная история, которая связана с как раз мораторией на смертную казнь. Когда вводили мораторий на смертную казнь, то было сказано о том, в законе, что мораторий вводится пока на всей территории России, и у них действует суд присяжных. 1 января 2010 года суд присяжных стал действовать в последнем регионе Российской Федерации в Чеченской Республике. После чего возник вопрос о том, что же делать с мораторией на смертную казнь. Значит, решили его продлить, написали, что продляем срочно, да, связан, хотя существует много противников этого моратория. И, значит, ну опять же, Россия является членом Совета Европы, но пока она не думает отсюда выходить. А для того, чтобы быть в составе Совета Европы, необходимо ввести мораторий на смертную казнь. То есть, если вы отменяете этот мораторий, то у вас выгодятся Советы Европы, поэтому, соответственно, пока этот мораторий продлилится. Значит, мы присяжных действуют сейчас во всей территории России. Отметьте, что списки присяжных утверждает руководитель региона. В каждом регионе свои списки присяжных. Так, хватит застреливаться. Свои списки присяжных. И, соответственно, утверждаются они руководителем региона. И каждый из вас может попасть в этот список, который формируется на каждое то или иное дело. Оно формируется случайным образом, естественно. Единственное, здесь нюансы, что 25 лет вам должно исполниться. Пока вам нет 25 лет, вы в этот список не попадете. Как только исполнится 25 лет, вы можете попасть в коллегу и друзья. Ну, свидетельство. А это можно? Можно. Значит, но, опять же, там возрастные ограничения 25-65 лет. То есть, если попадаете в эти ограничения, значит, вы не попадаете в эти временные возрастные рамки, да, то вы можете попасть в коллегию. Дальше, если у вас есть непогашенная судимость, если вы состоите на учете в вашем классе диспансерах, да, то, естественно, вы тоже не можете быть присяжным заседателем. Если ничего этого нет, но вы не хотите участвовать, значит, вы не можете отказаться, что я просто не хочу, да, это не повод для отказа. Отказ должен быть очень серьезно мотивирован. А отказ может быть, например, что в вашей семье произошло подобное преступление. И, соответственно, значит, вы являетесь здесь предвзятым. Например, с вашими знакомыми, друзьями что-то подобное произошло. Вы не можете объективно судить в этом случае. Либо, либо по религиозным мотивам, либо, например, ну, вы, значит, даже вот здесь не может быть, что вас не отпускают с работы, а по заданию обязан вас отпустить. Здесь это не действует. Либо, чтобы вы об этом деле слышали заранее. Например, вы тоже уже предвзяты, и вы не можете... Может, вы видите, девушки? Значит, и вы не можете уже, соответственно, значит, судить, да, и так далее. Ну, есть какой-то мотивированный, серьезный мотивированный отказ должен быть, который вы пишете в суде, и на основании этого вас могут, значит, естественно, не принять, да, в эту коллегию. 12 человек, как вы знаете, я думаю, коллеги в 50-х заседании. Если, например, происходит голосование по тому или иному делу, то если, допустим, голоса распределяются 6 на 6, то есть какой ствердит? Оправдатель не был. Оправдатель абсолютно верно. Трактуется в пользу обвиняемого. Если, соответственно, 7 на 5 в обвинительном, то уже обвинение, да? Если поровну, то это оправдательный приговор. Отметьте, что суды присяжных действуют только по, значит, уголовным делам, за которые предусмотрены, ну, серьезные, а зачастую высшие меры наказания, в России нет сверхнаказания, и, соответственно, это пожизненное заключение, да? Особо тяжкие преступления только поддержат рассмотрению коллегии присяжных. В этом случае обвиняемый сам выбирает, ему предоставляется выбор. Он хочет, чтобы его судили присяжные, обычные люди, либо он хочет, чтобы его судил судья. Значит, в принципе, в России можно обжаловать приговор присяжных. Как правило, это мотивируется тем, что процедура каким-то образом была не соблюдена, да? То есть технически можно обжаловать в Америке, это невозможно сделать. Абсолютно тот приговор, который присяжные выносят, он никакому здесь, значит, опровержению не подлежит. А как они набираются вообще, как они набираются? Ну, случайным образом. Вот есть коллегия, в смысле, есть граждане области, там, значит, тысячи граждан, да, которые от 25 до 65 лет, они все забиты в компьютерную базу, созданные на списки, губернаторы эти списки подписывают ежегодно. Значит, компьютер определяет, кто там человек 25, там 30, обычно определяет, кто там в долгий период формирования этой коллегии, это не значит, что 12 выбрали и все. Обычно 12, то есть два запасных, но это из большого количества. Вам позвонят и скажут, что вы приглашаетесь в коллегию присяжных. Значит, соответственно, вы обязаны туда прийти, вы не можете сказать, я сегодня занята, да, я не могу, да, то есть вы обязаны, это ваш, это ваш долг перед страной и так далее, да. Более того, вы будете получать зарплату, то есть вы, разные процессы по-разному идут, работодатель вас обязан отпустить, и в этом случае вам выплачивается либо ваша средняя зарплата по месту работы, и нравится это, не нравится работодатель, он будет это платить, и он не может вас уволить, это абсурдное дело, да. Значит, либо, если это, значит, скажем так, ваша зарплата меньше, да, в смысле устанавливается, вернее, следующее, что есть средний оклад судьи. Если ваша зарплата средняя больше, чем этот оклад судьи, вам выплачивается ваша средняя заработная оплата. Если ваша зарплата меньше, чем средний оклад судьи, то выплачивается средний оклад судьи. Вам компенсируется проезд, как правило, но только в общественном транспорте. Если в Америке компенсируют бензин, то здесь только общественный транспорт. В Америке компенсируют на еду, на телефон, там очень много привилегий у присяжного, но причем это очень почетно. У присяжных в России меньше компенсации, но тем не менее, какие-то вещи вам возмещаются. Государство обязано, вам будут безработные, например, вам будут государство платить. Это зарплата ваша, да. А зарплата как специальность за день за седан или за месяц? Средний оклад студии, то есть месяц идет в суд или два месяца, вам за месяц платят за средние, грубо говоря. Вообще, судьи получают огромные деньги в России, да, средние, в смысле, но оклады у них небольшие вообще-то, потому что там идет очень много надбавок, да. То есть зарплата судьи составляет, ну, грубо говоря, от 90 до, я думаю, 150-160 тысяч, в зависимости от региона. Месячная зарплата, я имею в виду. Вот, но оклады могут составлять 25-20 тысяч, да, то есть там идут на два все равно. И вам, например, 20 тысяч вам хватит в месяц, за то, что вы ездите на заседание, да. Если процесс идет две недели, соответственно, ну, это редкость, соответственно, половина это. То есть это отсутствуешь на работе? Отсутствуешь на работе, на работу ходишь сухо-хрисяжным. Все. Это сколько месяцев? Может, год идти. Разные судебные процессы по-разному идут. Поэтому работодатель, конечно, без агузиазма всегда встречается. Человек, конечно, в России под любым предлогом пытается, значит, каким-то образом выкрутиться и снять себе эти обязанности, да. Хотя, если мы берем Европейскую Америку, это очень почетные работодатели только за, как правило, что вот у них такой человек, значит, судеб-присяжник, это считается очень престижным. И не дай бог, если работодатель там как-то ущемил права работника в этом случае, там просто никто себе даже в голову такой идеи не придет, потому что тебя не просто по судам, тебе, в общем, жизни государственную структуру не дадут. А, в смысле, что заболел? Ну, это я уж не знаю. Ну, конечно, человек может заболеть, не прийти, но справку принести. Если, в принципе, он не хочет участвовать по болезни, да, то, опять же, это все должно быть подпишлено, зато встали. А, в общем, все работодатель дополнительных заняется, да? Ну, так, конечно. Ну, нет, в смысле так, вы работаете в суде присяжных, ваша фирма вам выплачивает среднюю вашу зарплату. Что значит, сохраняется? Одну зарплату, две ни три вы не получаете. Одну зарплату, да, никто вам ответил, что там-то не работает, конечно. Ну, то есть, допустим, обвинение, да, значит, обвинитель требует пожизненного заключения, да, а присяжные выносят твердит, что оправдать подзащитного, потому что недостаточно доказательства. Ну, либо они дают рекомендацию, в этом случае рекомендацию, что там, пожизненное, да, но, значит, ну, видите, в этой ситуации, как правило, там, доследование возвращается, или куда, то есть, присмотр этих сроков должен быть, либо могут дать рекомендацию туде, что от пяти до десяти лет, а студия уже сам в этом случае решит, какой результат. Отметьте, что туды присяжных – это единственная инстанция, которая оправдывает в России. 25-30% – это оправдачные приговоры. Хотя деятельность тудов присяжных очень часто дискредитируется, но на самом деле, ну, на самом деле, в общем-то, эти структуры, они оправдывают, это, конечно, очень мировая практика. Тоже, примерно, такие цифры, 30% средние. Ну, в зависимости от всего, в Москве было очень много здесь коллегий об такими резонансных делах, там, например, в убийстве, если вы слышали о том, что на листе, как Анна Политковская, значит, ну, она вела расследование, работала в «Новой газете», вела расследование в Чечне и убили в Москве, значит, и были задержаны там целый ряд обвиняемых, против которых, например, там, ну, что они совершили это убийство, и там пожизненные сроки, ну, там, максимальные какие-то сроки. Коллегия присяжных оправдала этих людей, сказала, что недостаточно обвиняемых за убийство, в смысле, следствие было проведено с нарушением и так далее, да. То есть, достаточно часто коллеги присяжных собираются, и, в общем, значит, есть шансы попасть туда каждого человека. Так, значит, еще о отмете, в целом уже закончили судебные системы, еще в целом несколько особенностей российского режима. Мы с вами еще знали о этих культурных особенностях? Че сейчас? Особенности, еще несколько особенностей российского режима. В качестве, так, заключения, да. В чем здесь у нас? Российского режима. Мы с вами рассмотрели все верхние власти, мы рассмотрели президента, правительства, законодательную власть, судебную власть. В чем у нас особенности от всех других режимов в целом, мы рассмотрели все верхние власти. Отметьте, что в России власть президента носит практически абсолютный характер, поэтому режим очень часто называют суперпрезидентским, хотя по факту полупрезидентским. Власть президента носит абсолютный характер. Более того, здесь же отметили, что власть в России персонализирована. Это особенность тоже российского режима. Персонализация власти. Что означает персонализация власти? Она означает, что власть концентрируется в конкретном человеке. То есть власть связывается с конкретным человеком. В России нет никакого доверия к конкретным политическим институтам. Никто не доверяет исполнительной власти, законодательной власти, судебной власти. Но если есть определенное доверие, то это к конкретному человеку. Конкретный человек, это, как правило, президент, потому что у него больше всего полномочий, он олицетворяет всю систему. Он определяет стиль властвования. Не зря говорят, что, допустим, есть эпоха Ельцина, сейчас эпоха Путина, до этого была эпоха Брежнева и так далее. Потому что всегда с конкретным человеком связывается власть, доверие, если оно есть по конкретному человеку. Вот здесь, действительно, даже стиль властвования, он меняется в зависимости от мнений, скажем, президента и так далее. Значит, например, вот такой вот яркий буквальный пример, как Тишин. Значит, вот когда Путин стал президентом России, да, он, например, я как бы хочу подчеркнуть, что вот персонализация власти, она связана с тем, что вся система начинает подделываться под этого конкретного человека. Все чиновники начинают подделываться под этого конкретного человека. И поэтому этот человек, его привычки, его особенности, они как раз вот сказываются вообще на всей системе. Когда Путин стал президентом, то если вы обращали на это внимание, он носит часы на правой руке. Никто не обращал внимания на это. Вот, значит, связано его как-то спросили, почему он объяснил, значит, что ему в молодости подарили часы. Этот, значит, бизнес, ну, который заводит часы, он ему давил на запястье, он переодел их на правую руку и так вот стал носить эти часы на правой руке. После чего, не прошло и полгода, то, что называется, все чиновники России переодели часы с левой на правую. Включая нашего губернатора Росселя, который когда был губернатором, который всю жизнь носил часы на левой руке, вдруг они появились у него на правой руке. Да, значит, вот даже вот в этих привычках они начинают копировать. Если вы посмотрите стиль речи, последите за стилем речи Путина и потом посмотрите на всех наших чиновников, то они очень похожи. По тем словам, которые они употребляют, по выражениям и так далее. Если президент Ельцин играл в теннис, все чиновники играли в теннис, строили корты, да, и проводили время на кортах. Путин любит горные лыжи, все сейчас на горных лыжах строят горполыжные корты, опять же, значит, чтобы не отставали от президента. И так далее. То есть вот во всем этом даже проявляется вот эта персонализация власти, когда власть не вся выстраивается, скажем так, под конкретного человека. Значит, отметьте, что следующая особенность – это абсолютная слабость законодательной власти, Абсолютная слабость законодательной власти, которая не влияет ни на состав правительства, ни в общем-то на президента. То есть российская законодательная власть она крайне слаба в российской системе и не имеет никакого влияния ни на президента, ни на сформирование правительства. Дальше. Ну, об этом мы с вами говорили, о том, что президент абсолютно контролирует исполнительную власть. Вы можете это отметить, что президент фактически, он не возглавляет исполнительную власть, вернее, ну, юридически он не возглавляет исполнительную власть в правовом плане, но на самом-то деле в реальности он, конечно, руководит исполнительной властью, потому что он выбирает кандидатуру в премьер-министр, потому что он может разогнать правительство и так далее. Также отметьте, что силовые министры, силовые министры, они подчиняются, подчиняются президенту. Опять же, особенность российской системы. Силовые министры, это кто? Что за министры? МВД, обороны. МВД, обороны еще. МЧС. МЧС, дальше ФСБ, забыли, да? Разведка, опять же, и так далее. Значит, все это у нас силовые министерства, они входят в правительство Российской Федерации, но подчиняются почему-то по нашей Конституции не премьеру, а подчиняются напрямую президенту. Президент определяет главы этих ведомств, президенту они приходят с отчетами. Естественно, это усиливает, опять же, президента, потому что силовые министры, это в любой системе более чем просто министры. А дальше, отметьте указы президента, так и напишите, сейчас я поясню, о чем идет речь. Указы президента никак не регулируются, так напишите. Никак не регулируются в российском законодательстве. Указы президента никак не регулируются российским законодательством. В Конституции написано о том, что президент России может издавать указы. Указы президента это нормативные акты, которые равны законам. То есть президенту не всегда нужно обращаться в Государственную Думу, чтобы принять закон. Он может подписать указы, он вступает в силу в качестве закона. Это касается не только российского президента, указы может издавать и американский президент. Но обязательно принимаются дополнительные федеральные законы, которые прописывают, чего указы президента могут касаться, чего они не могут касаться. Какие ограничения накладываются на президента, например, в компетенцию каких структур он может соргаться, куда, естественно, он не может. И указы, какие он не может подписывать. В России это юридический нонсенс. Можете отметить, что указы президента регулируются указом президента 95-го года. В 95-м году президент Кельце написал указ о том, как он может издавать указы. То есть такая интересная вещь, да, и по сути там ничего не прописано, и поэтому указы президента могут касаться всего. Абсолютно. Естественно, он не может указом подписать в джет, да, что принять, конечно, не может. Но, в принципе, все, что угодно, любой закон он может принять без обращения к парламенту России. А следующее, последнее, отметьте, что администрация президента, администрация президента, ее деятельность, да, ну, либо, в принципе, администрация президента никак не регулируется, опять же, ее деятельность российским законодательством. То есть администрация президента никак, эта структура не регулируется российским законодательством. В Конституции в одной стреке написано о том, что у президента есть администрация. Но на самом деле, если посмотреть, вот мы с вами рассмотрели российские решения, определили структуру власти, но ключевой структурой власти в России является как раз администрация президента. Администрация президента занимается выборами, администрация президента занимается созданием политических партий и так далее, проведением избирательных кампаний и так далее, и так далее. Многие депутаты, например, говорят о том, что для того, чтобы у вас включили список, да, на выборах, для этого вам надо прийти и отзабеседоваться в администрации президента. То есть с вами пройдут собеседование, составят на вас досье, посмотрят достойные, конечно, достойные, это решает не партия, а администрация российского президента. Поэтому деятельность ее, на самом деле, неформальная, масштаб ее огромный, но в законодательстве она никак не прописывается. Значит, у нас есть с вами 15 минут, это все, что касается российского режима, берем листочки. Кто мне сегодня много говорит, мы будем не пиздать работу. Вот девушки втроем сидят, да, я целую, у меня пара кинетов. Продолжение следует...